Новосибирские ученые представили новую разработку биоразлагаемый гель. О том, как он действует и где можно применять, смотрите в сюжете моих коллег. Биоразлагаемый гель способен доставить необходимые элементы в организм растения, животного и человека, гарантируя сохранность препарата. Он защищает действующее вещество от ультрафиолета и кислотной среды организма. Разработка фактически велась как минимум двумя учреждениями. Это институт органического синтеза из Екатеринбурга и здесь наши новосибирские коллективы участвовали, сборные. На данный момент эта разработка планируется для нужд растениеводства, ветеринарии и для медицины в том числе. Видов геля более 10. Каждый имеет свой цвет, структуру и химический состав. Сейчас гель находится на фазе тестирования. Ученые проверяют его свойства, устойчивость к разным условиям и время биоразложения. Есть, допустим, гель 24-16. У него очень большая степень разбухания и впитывания жидкости. В первую очередь ученые внедрят технологию в ветеринарию и растениеводство. В сфере медицины свойства геля планируют использовать в трех направлениях – хирургия, стоматология и гастроэнтерология. Одно из направлений, которое планируем развивать – это доставка различных лекарственных препаратов и собственных бактерий пациентов, неможев кишечник. Один из них – это как раз так называемый пероральный, то бишь через желудочно-кишечный тракт, через рот доставить собственные бактерии пациента, ранее у него взятые, размножив их предварительно в искусственных условиях и вернуть их обратно. На рынке России подобные гели представлены ограниченно, цена высока. Новосибирские ученые планируют сделать свою разработку значительно дешевле импортных аналогов. Юлия Алиханова, Тарас Тарасов, Новости ОТС.